ЗАБЕРУТ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ Согласно этому проекту, постановка на воинский учет может происходить на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе или других системах. Они пытаются максимально внедрить эти системы для того, чтобы контролировать вообще обстановку в стране. Речь идет не только о военнообязанных. Да, у них есть несколько задач, связанных с мобилизацией. Это первая задача, попытка все-таки выиграть войне в Украине. Вторая задача мобилизации, это все-таки набрать армию для контроля ситуации в стране. После постановки на воинский учет, военнообязанным направляют соответствующее уведомление. А вскоре и повестку, которую россиянам собираются вручать не только лично, но и рассылать онлайн. В новом проекте прописано, что повестка через 7 дней с момента размещения в соответствующем реестре будет считаться врученной. Даже если она не была лично передана адресату или получена по почте. В цифровой концлагерь, они, я думаю, к этому идут. Не исключено, что тоже будет китайский софт, либо российский софт, который с помощью китайцев будет сделан. А вот эти вот госуслуги, военный учет, это в принципе, оно уже есть. Там же есть, если ты не получил повестку, не откликнулся, тебе запрещают выезд за границу, не дают возможность получить права, ограничивают возможность купли-продажи недвижимости и многое другого. 11 апреля российская Госдума приняла закон об электронных повестках. Федеральный закон принят. За 394 против нет, воздержался один. Если тебе в бумаге приходила повестка, ты, например, мог отказаться от нее. Тебя ты мог где-то профилонить, там мама сказала, что его нет дома и так далее. И все. И когда человек не подписывался под повесткой, он считался, что он не должен никуда идти. А теперь все. Если у тебя есть аккаунт на госуслугах, если оно пришло, и оно зафиксировано, что пришло, теперь ты должен обязательно идти. Вручать повестки собираются через федеральную систему госуслуги. И даже если у вас нет личного кабинета, повестка все равно вступает в силу. Если я не зашел в личный кабинет, это ваши проблемы. В том случае, если вы в итоге не зашли туда, через неделю, через две или через полгода, вы, соответственно, будете подвергаться определенным ограничениям, которые описаны в законопроекте. Но и это еще не все сюрпризы для россиян. Через месяц, 23 мая, Госдума приняла законопроект об обязательной сдаче загранпаспортов призывниками во время службы. Если они этого не сделают, документ будет признан недействительным. То есть Кремль не оставляет никаких шансов всем потенциальным солдатам как-то уклониться от мобилизации и участия в войне. Нас регулярно отправляют на штурмы. Постоянно, грубо говоря, через несколько дней каждый раз это все повторяется. Мы обычные люди, гражданки. Мы не профессиональная армия, какая-то штурмовая бригада или кто-то еще такие. А нас используют как расходный материал. Обычный расходный материал. И в этом нет ничего удивительного. Ведь для российского президента человеческие жизни ничего не стоят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова